59-й отрывок. Ожесточение сердца, то, что написано, «потому что я ожесточил его сердце», нужно было, чтобы появилось место для молитвы. И эта молитва не по примеру, как происходит у человека из плоти и крови, который хочет почести, чтобы попросили его, что благодаря этому его будут уважать. Но здесь намерение молитвы заключается в том, чтобы у него появилась кли, то есть чтобы была у него потребность помощи Творца. Вы слышите, что он говорит? То есть то, к чему я хочу прийти, я хочу прийти к Хессарону, чтобы была потребность, необходимость в помощи Творца. Потому что нет света без клей. И в то время, когда человек видит, что он не способен тебе ни в чём помочь, тогда есть у него потребность, чтобы Творец помог ему. Ещё раз, ещё раз, 59-я тревога. Ожесточение сердца, то, что написано, «Ибо я ожесточил его сердце», нужно было для того, чтобы было место для молитвы. И эта молитва не по примеру молитвы у человека из плоти и крови, который хочет почести, чтобы просили у него, для того, чтобы благодаря этому его начали уважать. Но здесь намерение молитвы заключается в том, чтобы было у него клей, то есть чтобы была у него необходимость в помощи Творца. Потому что нет света без клей. И в то время, когда человек видит, что он ничем не может помочь себе, тогда есть у него необходимость в том, чтобы Творец помог ему. Мы видим, что Духовное требует от нас хиссарона, истинного желания. Это то, что нам необходимо. И об этом нужно просить, и, соответственно, устремляться и организовываться поэтому в десятках, в группе, всем мировым клей. Потому что кроме клей нам ничего другого не нужно. Мы находимся в океане, просто в океане света, море света, бесконечности. Свет бесконечности. И лишь клей нам необходим. Пусть будет, ну, как минимум, чайная ложечка. Пусть будет чашка, пусть будет ведро, бочка, пусть хоть что-то появится. Но когда я смогу достичь этого клей, и тогда я пойму, узнаю, как получить в это клей наполнение. А наполнение в клей — это мера отдачи Творцу. Ради отдачи. Даже чайная ложка чего-нибудь. Ну, это то, что я могу дать для отдачи. А потом больше. Допустим, стакан. Ещё дальше, там, не знаю, те же самые ведро, бочка. То, насколько я способен подготовить себя для отдачи Творцу. И мы не говорим о получении, мы говорим об отдаче. Мы говорим о хиссароне. Хиссароне — давать. Чтобы мы захотели отдавать. И поэтому желание получать, которое в нас растёт всё время, не путает нас. Оно направляет нас, чтобы мы правильно себя направили на Творца. Тель-Авт-3. Рав, когда мы просим объединения поручительства для того, чтобы дать Творцу место раскрыться, доставить ему наслаждение, мы просим наполнения. Мы просим о хиссароне для того, чтобы у нас был хиссарон. А он может быть только тогда, когда люди объединяются, разные люди, противоположные люди. Поэтому сказано, что минимальное множество двое. Даже двое, когда объединяются, уже формируют друг с другом клип. Потому что объединяются высшее желание получать, частного желания получать каждого из них. А свет находится в покое, заполняя всю реальность. И необходимо нам только клей. А клей формируется из двух противоположных желаниях. Не может быть иначе, они всегда разные, отличаются. Когда мы их соединяем, то мы их соединяем как, под каким зонтиком, для того, чтобы отдавать Творцу. Потому что нет никакой другой причины и никакой другой возможности. И поэтому, если мы соединяемся друг с другом для того, чтобы отдавать Творцу, то тогда этим мы получаем помощь свыше, тем, что мы, да, можем объединиться. И тогда два разных желания соединяются с помощью высшей силы отдачи Творцу. И тогда они могут через отличия между ними начинать чувствовать то, что объединяет их. Их единый корень одного и второго. То, как этот корень может подействовать на них, создав их разными. А если они смогут объединиться, они как бы возвращаются к этому корню и смогут начать его ощущать. И в этом наша работа. Поэтому свет находится в абсолютном покое и необходимы только келин. Пятишесть. Кроме отягощения сердца, что является путями получения хесарона? Только это даётся нам свыше, и ничего больше не нужно. Раскрытие хесарона само по себе. Ожесточение сердца — это и есть раскрытие хесарона. Раскрытие того, насколько мы отличаемся. Если ты говоришь о том, что у нас есть корень свыше, и он создаёт нас, так он увеличивает в нас ощущение отличия. Это называется раскрытие фараона между нами. И чем больше он растёт, и ещё и ещё растёт, то мы чувствуем соответственно себя всё в большем беспокойстве и ищем, что делать, пока не приходим к исправлению. Ожесточение сердца — это ещё раз тем, что раскрывается между нами, то, что разделяет нас. Да. Это желаемый путь или нежелаемый? Что значит нежелаемый? Что может быть есть другой путь? Нет. Нет. Пока мы не почувствуем проблемы, то, что мы противоположно, далеки, то, что мы воюем, то, что мы... что у нас есть проблемы, мы не можем договориться друг с другом. Таким образом, мы в конечном итоге приходим к выводу, что выбора нет. Мы должны работать над объединением. Есть лёгкие души, которые это чувствуют и быстро понимают. А есть души очень тяжёлые, очень жёсткие, которые, да, есть среди нас, и пока до них дойдёт, это требует времени. Вопрос, когда мы поднимаем молитву, пытаемся обниться и вознести молитву, это ожесточение сердца в ней или для того, чтобы снять с нас ожесточение сердца? Спроси об этом человека, который поднимает молитву. Как ты меня можешь об этом спрашивать? Каждый человек, поднимающий молитву, он что-то хочет? В чём его молитва? Есть те, которые ищут денег, почестей, знаний. Есть те, кто хотят выиграть, добиться успеха в чём-то ещё, даже в чём-то духовном. Это всё... Вопрос, Раф, можно ли убрать ощущение ожесточения, тяжести? Нам необходимо ожесточение сердца. Без этого нам не с чем обращаться к Творцу. Когда обращаются к Творцу? Тогда фараон настолько давит, настолько путает и делает из нас всё, что хочет, что у нас не остаётся выбора. Как младенец, тянется к матери, плачет, потому что его кто-то обидел. Так и мы выглядим, когда обращаемся к Творцу, когда фараон подготовил удары. Раф, можно тоже спросить? Да. Я хотел спросить, так вся наша работа, она в создании потребностей. А наша работа в создании потребностей, верно? Потребности в Творце, в помощи Творца. Так процесс, который мы проходим в Египте, мы строим... Что мы строим там? Келим? Что это такое? Да, да. Мы раскрываем, что без помощи Творца мы не можем выйти из нашего желания получать ради получения. И это, по сути, есть бегство. То, что у нас нет выбора, нужно выйти из-под его власти. Так почему выходить, если в Египте мы должны строить Келим? Строить Келим? Да, мы достигаем потребности, потребности в помощи Творца. Да. Так почему же выходить, если ты в этом месте находишь? А ты не можешь в Египте в тех Келим, в которых управляет злое начало, ты там не можешь выстроить управление злым началом. Тебе нужно подняться над ним и начать быть между Творцом и злым началом. И тогда начинать сочетать их, соединять их для того, чтобы прийти к отдаче ради отдачи, затем к получению ради отдачи. Тебе нужно работать с двумя. Окей. Так это потребность, которую мы строим. Что это в точности за клей? Чего ему не достоит? Что ему нужно? Ракли желает только одного, чтобы у него был хиссарон для помощи Творца. По помощи. И в чём заключается наша работа в объединении? В чём работа десяток создаёт это? Раскрыть, что без помощи Творца мы не продвинемся к цели творения. Вообще ни к чему. Потребность о помощи. потребность помощи. Окей. И когда человек начинает свой путь, он вообще не думает о помощи Творца. он думает, что он достигнет это сам, так как мы привыкли в нашей жизни и продвигается больше то в разуме, то в чувствах, то в чём-то ещё, а потом он говорит, «Нет, тебе нужно включиться в десятку». «Ну ладно, хорошо, так говорят». Но он тоже не понимает, даже если он и учится, что именно так он строит своё духовное клей, десять сферот, порцов. но как-то. На самом деле потребность в помощи Творца — это то, что нам необходимо в египетском изгнании. Это то, что мы приобретаем в египетском изгнании. Без того, чтобы Творец произвёл над нами действие исправления, мы не в состоянии достичь ничего, мы всегда останемся под влиянием фараона. Так, последний вопрос. От чего зависит наша возможность изменить погоню за наполнением, чтобы превратить это в погоню за помощью Творца? Как заменить сейчас цель пока? Да, да, да. Ну, это через то, что мы учимся, мы говорим об этом, и постепенно всё больше и больше воспринимаем духовное продвижение, впитываем духовное в продвижение. Это и есть та работа, которая происходит на протяжении египетского изгнания. Для чего нам нужно находиться 400 лет? То есть четыре уровня желания получать, чтобы они все прошли через ощущение изгнания. Когда мы оторваны от Творца, от чего-то хорошего до плохого, просто невыносимого, всё для того, чтобы мы захотели, возжелали помощи Творца. Это первое. А затем, что всё само наполнение наше тоже будет в желание отдавать. Так наше наполнение становится потребностью, потому что то, что нам нужна помощь Творца, это то, что нас наполняет. да. Если я нахожусь в тоске, в устремлении к помощи Творца, то я ничего не хочу другого. Это и есть пока мера моего слияния с Ним, с Творцом. Ещё поговорим. Будем продолжать. Я думаю, что стоит нам перейти к 60-му отрывку. Давайте посмотрим. 60-й отрывок. Всё отягощение сердца на пользу человека, потому что с помощью этого он удостаивается букв Торы. И хотя человек не ощущает во время выполнения всё, что он должен ощутить, но когда заканчивает свои ступени в совершенстве, то ему одновременно раскрывается, как он работал всё это время. Как в примере, который приводил мой отец и учитель. что это похоже на то, как каждый раз человек обретает только ноль. И каждый раз не видит, что заработал ноль. Поэтому первый раз у него есть один ноль, второй раз два нуля, третий раз три нуля, пока не наберётся много нулей. Но когда заканчивает свою работу, он обретает единицу. Получается, что может быть один ноль с единицей, и это только десять, или может быть миллион, или больше. получается, что каждый раз у него прибавляются буквы Тора. И всё это для того, чтобы совершить знамение Мои в среде его. Это глубокие вещи. Я могу только сказать, что можно это понять в таком виде, что насколько я уменьшаю себя, тогда я нахожусь в Высшем Свете. Я позволяю Высшему Свету войти в меня и создать во мне образ Творца, форму Творца. И поэтому насколько человек делает из себя ноль, так он растёт. Турки Творца.